Приветище, это Кафе Симулятор и у меня проблемы. Мало того, что я торчу деньги банку, мне нужно заплатить золотому банку 1300 баксов, которых у меня нет, у меня всего 282 доллара. Второй этаж хочешь? Занеси за второй этаж 7500 долларов. Мужчина и три девицы, не подвините меня, мне нужно заработать огромное количество бабла, чтобы расплатиться через 52 минуты перед банком, купить кофе-столик за 1400 и купить второй этаж за 7500. Всем ясно? Рядовой барби, ты меня услышал? А, София, рядовая София, ты поняла меня? Так, а ты, как твое имя? Чак, сделай все, что только возможно, и все, что зависит от тебя, иначе я вырву все твои волосы из твоих сопливых ноздрей. Лось, Лось, можно я тебя сфоткую, пока ты здесь стоишь так близко? Зачетные фаточки, спасибо. Мои ушлепки работают очень лениво, а все потому, что я не плачу им зарплату, потому что не из чего мне заплатить. Мотивация говно, смотри, мотивации вообще нет. А еще у меня неоплаченный счет, который нужно оплатить, там всего 23 доллара, но это не так страшно, ведь скоро мне платить зарплату, 330 долларов. Нужно пойти и сказать этим ушлепкам, что не будет сегодня зарплаты. Ребят, ребят, подождите, зарплаты сегодня не будет. И чтобы вы меня не побили, не отобрали все деньги, я сделаю вот так вот. Все, я все бабки уплатил в кредит. Черт, они же все равно меня убьют, мне придется продать прекрасную барную стойку. Оу, да, я получил восьмой в уровень. Срочно бежим в банк и выплачиваем свои долги. Отлично, я больше ничего не должен. Ребята, хорошая новость, сегодня вы получите зарплату, так что не бейте меня. Барная стойка тебе фартанула ненадолго, я все равно тебя продам. Потому что сюда я хочу поставить кафейный стол. Он сюда не впихивается. Не впихивается он из-за этого стола, поэтому его придется тоже продать. И вот этот столик. И вот этот вот, а там бомжар. А он пошел вон отсюда. Наконец-то, я его поставил. Картину надо только сюда вернуть. Картинку решил выбрать другую, что-нибудь с едой, вот такую красивую. И еще одну сюда, чпинг. И еще одну тоже вот так вот, чпинг. И у меня там что-то нафиг отвалилось. Сраная развалюха, это не кофейня, это старое разваливающееся здание. Это что такое? Это что такое? Я спрашиваю, почему на кухне тараканы? Почему их никто не травит? Рядовой чак. Какого? А, ну ты за кассой стоишь, ладно. Барби, ты не слышишь, как эти тараканы почти залезли в твои ухи. И видят твои глазницы изнутри. Они живут прямо у тебя здесь перед ногами. Ладно, это сделаю я. И вышлю из твоей зарплаты. Короче, поскольку у меня теперь есть кафейный столик, я крутой, все дела. Мне нужно нанять еще одного работника. Барби, ты уволена. Но я тебя снова назначу. Как тебя уволить-то, е-мое? А, это Барбара зовут, а это все Барби да Барби. Короче, я тебя снимаю с должности, пошли. Твое новое место работы здесь. Привет. Барбара, как ты преобразилась? Что с тобой стало? Тебя потрепала жизнь? Девчонки, не будьте как Барбара. Травите тараканов. А то превратитесь в нее. И посмотрите, кем она стала. Что-то мой 7Jab продается. О, нифига себе. Блюков вообще залетает нормалек. 7 банок осталось из 10. Короче, поскольку у меня тут на кухне осталось два повара, и я могу продать вот этот вот стол. Продать. Мы лучше передвинем сюда фритюр. Всем сотрудникам быть насторожаем. Можно убить сам вот этот шнур, когда будете подходить к плите. Что-то репутация моего кафе Максика падает вниз. Как бы дно не пробить. Ну что, Барбара, как тебе новое рабочее место? Мадам, заходите, берите, покупайте кафешечку. Недостаточно продуктов для приготовления блюдок. Ездец, велкам, Барбара. Я тебя уволю. У тебя пустые полки. У тебя тут мыши бегают. Нужно же было закупиться. Тут клиенты приходят, смотрят на пустые полки и уходят. Мы столько выручки просрали. Или это все мыши пожрали, а? Ладно, на первый раз прощу. Потому что у тебя красивые красные глаза. Что ж, нам нужно срочно закрыть магазин. Давай разбираться с меню для нашего кафейного столика. Чизкейки. Надо. 7 долларов вишневый пирог, яблочный пирог, тоже 7 долларов. Нет, его за 8, за 9 можно. За 9 нормальная цена. Чизкейки вообще за 19 долларов. Блин, это же вкусняшки. Их нужно продавать как можно дороже, иначе я обанкротюсь. Еще впихнем пинкейки. Хоть они и называются панкейки, будут стоить 12 долларов. Блин, ну за что? За что? Я так усердно работал над меню. А все, что нужно было, это подойти к печке. Купить круассаны, эклеры и чизкейки. И просто пойти заварить кофе из кофейных зерен, молока и стаканчиков с сахаром. Но почему это должен делать я, Барбара? Скажи мне, ты же здесь работаешь. Бомжар пришел, пойду. Барбара, тебя спас бомжара. Я пошел с ним на разборку. Что тебе нужно? Я же тебя уже выпинал отсюда. Ладно, бери, проваливай давай. Ну и что мне теперь делать с этими пирогами здесь? Куплю недостающие ингредиенты. Вишенку там, например. Опа, я не понял, что за тачка приехала. Яблочко. Молочко. Здравствуйте, вы не поможете мне коробочки дотащить? Так, я валю отсюда. Вы уже уходите? Как вы быстро. Двери кто-нибудь мне откроет? Уродцы. Уродцы. Никто меня здесь не любит и ненавидит. Все приходится сделать самому. Только кошки меня здесь обожают. Потому что их подкармливают. Слушай, а почему твой брат такой мелкий шпент? А ты такой здоровый дилда. Вы точно близнецы с уборщицей? Слышь, а что твой брат употреблял, что он такой здоровый? Чак сказал, что ты много растишки в детстве выпил. Короче, у меня есть гребаная идиотская идея. Я хочу пойти в банк и взять там... Блин, мне все равно не хватит. Я хотел взять кредит, чтобы мне купить второй этаж. Ничего, как успехи. И почему ты пирожки сюда свои не выкладываешь? А где круассаны? Все, что я пек в этой прекрасной печи. Ты их что лишь сожрала? У тебя такая отъявшаяся корма. Похоже, зря я тебя здесь поставил. Вы ждете наше новое блюдо? Пинкейки с двумя яичками и вишенкой. Э, Чак, где там пинкейк с двумя яичками? Я здесь кого-то задушу на кухне. Почему за кухней не следите, а? Вам уже принесли, пан... Это же не пинкейк. Вы точно это заказывали? А почему вы отыкаете вилочку и достаете фрикадельки из пинкейка? Этот мир не станет прежним. Разрешите, я сойду с этого корабля. Давай, давай, три-три. Молодчик. Не зря я тебе зарплату все-таки плачу. Мужик, купи кофе. Кофе купи. Недостаточно продуктов для приготовления блюд. Какого блюда? Ты что хотел купить? У меня же тут все запасено. Почему у нас нет чего-то, что хотел этот клиент? Едите, колотите. Оказывается, всю продукцию, которую я купил. Нужно еще испечь реально. Открыть печь. Достать противень. Заполнить противень. Я хочу круассаны. О, тут еще все это выпекать нужно. Шлеп меня в затылок. Кто бы мне раньше об этом рассказал. Куда ты пошла? Ты что, обслуживаешь клиента? Молодец, но ты уволена все равно. Я тебя сейчас уволю. Ты меня выбесила, Барбара. Уволить? Черт, я даже тебя уволить не могу, пока не закрою магазин. Все, Барбара, я снимаю тебя с должности. О, у меня готовые блюда здесь. Надо открыть печь. Достать противень. Вот они, круассанчики. Переместить на полки. Так, я все переместил. Десять круассанов. Ну-ка, где они? О, какая красота. Теперь выпекаем эклерчики. Достаем противень. Запиливаем эклеры. И запекаем. В этот прекрасный дождливый ночь я буду готовить кофе сам. И вообще, кафейным столиком заправляю сегодня я. Добрый вечер, миссия, что вы хотите? Давайте приму. Эспрессо вы хотите? Ладно. Эспрессо. Обычная эспрессо. Зелененькая, да? Я вам сейчас готовлю, принесу. Итак, начинаем. Значит, hello. Нам нужно эспрессо. Для этого нужен стаканчик. Что, граммовку нужно не переборщить? Сколько? 40 грамм нужно? Ох, е-мое. 58, нормально. Погорчит немножечко. Похоже, барбара с этим справлялась лучше, чем я. И 50 грамм сахара. Сейчас будет тебе 50. Ну, 74, подумаешь. Ваш результат отстой. 62%. Забираем, значит, стаканчик вот так вот. О, наблюдицы поднесу. Ой, я красавчик вообще. Держите ваше кофе, миссия. Ну как? Слишком горько и слишком сладко? Ну, горячо сыра, как говорится, не бывает. Так, а что с этой выпечкой? Открыть печь? Достать противень? Ой, эклерчики. Эклерчики поместить тоже на полку. Ммм, вкуснота-то какая. Теперь надо запечь чизкейки. Чизкей-чички. Запекаем. Слушай, а как тебя зовут? Ты-то хорошо лужи на улице убираешь во время дождя? Давай я буду тебя называть Патрик. Э-э-э, искрометный понес. Почему мне никто не сказал, что у нас печка сдохла? Ну, что с вами делать? Что с вами, товарищи кухарки? Ладно, я сейчас быстренько здесь все починю. Я вас всех уволю к чертям. А где ты? А, вот и тебя тоже уволю. Ухо просверлю. Вот так вот тебе. Где-то мои чизкей-чички. Чизкей-чички мои миленькие, здравенькие, красивенькие. Ммм, какая вкусная витрина. Снова этот оболтас там трется. Ну и пусть трется. Я не пойду его прогонять. Патрик, ты брось это дело. Дождь же идет. Все закончилось. Отличный день, чтобы вновь вернуть сюда Барбару. Приветики. Знаешь, я давно тебе хотел сказать. Ты отлично готовишь кофе. А еще в такой прекрасно чудесный Маша Жвань. Ну почему снова дождь пошел? Я хотел обои здесь поклеить. Это желтый цвет, глаза режет. Но мне кажется, что ничто меня не остановит. Поэтому у нас будет вот такие вот обои. Хохлома в полной мере. Ооо. Это еще лучше, чем желтый. Вырви глаз точно. А теперь резко так поворачивайся. Ах, бдух, бдух. Вау, вау, красота. Ну что, девчонки, как вам хохлома? Огонь обои, да? Вы так на них смотрите и радуетесь. Чак, тебя обои мотивируют? Или ты хочешь отсюда сбежать? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова